всем привет дорогие друзья с вами уроку вот посмотрите каких условиях живут люди японии здесь у нас жилые квартиры жилые дома вплотную прилегают железные дороги его даже места нету людей в квартире стиральные машинки находятся прямо на улице такую картину мы с вами уже встречали и так друзья давно с вами не виделись уже целый месяц прошел на то были свои основания была очень холодная погода в японии это очень удивительно прошлой зимой минусовой температуры практически не было а в этом году январь прям сюрпризы преподнес очень часто минусовая температура буквально сегодня у нас 25 января сегодня утром рано было 0 градусов ночью была минусовая температура ну а сейчас температура поднялась примерно до плюс 3 сейчас достаточно холодно вот но ничего нормально хорошо что ветра нету и уже славно да и снега тоже прошлой зимой снега вообще не было а в этот раз один раз такой был большой снегопад очень сильный но по сравнению с тем что происходит сейчас в россии там москве в питере волгограде моем родном городе мне родные присылают фото видео вот буквально недавно брат прислал такое видео что обалдеть как сильно все засыпает он дороги опять ничего не убирают так друзья сегодня мы с вами прогуляемся здесь по такой территории жилой вот вы видите как часто здесь проносится поезда здесь у нас находится вот такой вот храм небольшой ну точнее святилище просто и все это на одной площадочке с детской площадкой сейчас мы с вами тут прогуляемся тоже здесь как обычно у нас находится такая каменная ванна для омовения рук а затем люди подходят к святилищу вот здесь даже есть небольшая аннотация и вот здесь тоже такие вот камни кстати обратите внимание здесь в виде такого забора прим применяют японцы железнодорожные шпалы очень интересное решение дальше мы с вами еще их увидим уже на территории жилого дома здесь такая вот лошадочка интересно я опять вот видите все в шпалах и здесь вот такие вот бонсаи красивые свасинки у нас здесь вот как-то бесформенно а вот эти прям явно как говорится кто-то культивировал очень красиво в основном я встречаю такие бонсаи на частных территориях около домов вот и они в горшках находятся а здесь прям земле очень интересно так приехал я сюда в этот райончик на велосипеде вон он там стоит и смотрите друзья что я вам хотел интересное показать несмотря на то что сейчас январь 25 число в японии в некоторых местах уже расцветают деревья и вот посмотрите на эту красоту это не сакура это дерево уме это слива эх если бы можно было передать вам вот этот аромат который здесь стоит это вообще невероятно посмотрите какая красота давайте мы с вами сейчас отсюда переберемся на эту парковочку я вам поближе все покажу то есть достаточно прям такое обильное цветение ехал час ветра нету такой запах здесь стоит классно вот умы деревья они очень очень пахнут прям вообще запах классный у них а вот деревья сакуры абсолютно вообще не имеют никакого запаха да очень красивые также кстати японские розы они тоже вообще запаха не имеют еле-еле там вдалеке что-то можно уловить вот а русские розы кстати имеют очень хороший запах так что вот так вот смотрите там наверху почки тоже прям такие набухшие но вот цветение происходит почему-то здесь внизу прям вот такая очень красота здесь да как мы видим поезда здесь ходят очень часто вот и нормально люди живут прям вплотную такая картина по всей японии можно сказать что прям поезда ходят вообще прям в частных секторах кажется да вроде был такой шум но ничего мозг адаптируется привыкает нормально я в принципе и волгограде тоже все детство жил не так то уж и далеко от железной дороги и очень не слышно было летом так вот так мы выходим с вами вот на такую вот улочку и давайте с вами прогуляемся здесь и посмотрим как у нас здесь люди живут в каких домах вот пожалуйста я всегда удивляюсь цветы в клумбочках какие-то маленькие здесь вот анютины глазки по типу то есть и это зима было очень интересно тоже наблюдать когда был большой снегопад выпало прям правда очень много снега полежал он один день но все равно растаял было очень интересно когда вот куча цветов везде и все было в снегу вот пожалуйста тоже здесь бордюрчики цветочки у людей и такая вот у них toyota crown стоит классная это вот настоящие японские машины это легендарные японское качество это еще эпоха то конца двадцатого века toyota crown 170 да вот здесь у нас дома абсолютно разные вот здесь мы видим такой красивый розовый домик да там же вообще какую-то по типу гаража какого-то из каких-то листов железных не поймешь что там из чего он вообще построен вот кстати друзья этот же домик розовый и вот обратите внимание здесь тоже клумба она вот оформлена видео от этих железнодорожных шпал здесь опять же все в цветочках его тоже тут всякие ирисы цветут и вот опять же такая же стойка здесь почтовые ящики люди вешают кстати вот такой вот тип почтовых ящиков это наверно скорее всего из америки пришел кстати скоро будет выпуск про почтовые ящики как только я закончу работу со вторым выпуском про общественные японские телефоны скоро он кстати выйдет также скоро выйдет и выпуск рия она сейчас очень-очень сильно старается готовится хочет чтобы все было очень интересно я надеюсь вы оцените видео так что она там каждый день тренировки у нее здесь такие тоже симпатичные домики все такие вот формы интересные какие-то вот как-то мансарды какие-то выступы какие-то вообще непонятные здесь по-видимому люди не живут там уже столько этих шершней померло там да вот тоже всякие дворики уютные так двигаемся дальше с вами а вот здесь кстати у людей на территории посмотрите какой огромный алоэ кстати я вот раньше не знал что алоэ тут просто растет вообще как дикие кусты вот интересно людей нету да очень интересно правда порой такое впечатление мне кажется что вообще я такой один здесь в этом мире вот опять же стиральная машинка у людей на улице места нету мало парковочки у нас вот тоже такое интересные такие дворики часто я вижу прям все в траве все в клумбочках интересно выглядит а там на другой стороне уже такие высотные дома многоквартирные да вот здесь очень такое вот интересное место уже заброшенный дом тоже явно здесь уже давно никто не живет летом здесь все было заросшее все зеленое таких плетущих растениях и видимо вот человек любил американские машины причем достаточно такие это винтажные скажем так старенькие там по моему chrysler что ли он тот синий да да вроде бы chrysler и там тоже классная тачка стоит вообще жалко все так помирает кстати в машин вообще эти диски на спицах не с эффектом спится на настоящих спицах вообще офигеть да таких двориков японии очень много вообще приятно по ним гулять вся такая как говорится тишина спокойствие вот опять же смотрите друзья какие цветочки цветут вообще классные по форме как сакура вообще интересно вот опять поезда 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 здесь вообще улочка уходит там вообще какие-то огороды поля уже пошли мы может с вами сейчас туда заглянем как раз вот кстати друзья вернусь сейчас обратил внимание вот тоже дворик такой уютный видите у людей почтовый ящик красного цвета и мандаринчики тут так сейчас мы приближаемся к одному дому очень интересному я сейчас вам покажу вот здесь традиционный японский домик старенький еще сохранился тоже как видим никакого забора сразу территория вот тут смотрите велосипед корни дал тоже заброшенное жилье такой балкончик здесь был очень много вещей там наверху он доска от серфинга до все захламлено вот обратите внимание друзья какой симпатичный салатового цвета такого фисташкового домик много окошек у него здесь я хочу обратить внимание что это один дом на одного хозяина посмотрите на него вы спросите интересное какое-то вообще решение до постройки его формы видите он как лестница идет такой лесенкой состыкованный сейчас я вам покажу и вы все поймете я я очень удивился первый раз но как видно уже этот дом в ширину наверно ну полтора метра может быть да да полтора метра даже двух метров там наверно не будет вы посмотрите то есть вот этот забор это условное ограждение от железной дороги и вот пожалуйста заканчивается территория и здесь просто было очень мало места человек вот буквально выкупил вот это вот узенькую территорию и пришлось построить вот такой дом вот и сейчас я подойду поближе вот посмотрите ширина какая вообще удивительно и вот у него здесь одна входная дверь вообще просто это же надо так интересно просто интересно побывать в этой комнате внутри да у него такой джи 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 большой большой коридор да и вот здесь два парковочных места под машины есть так там у нас уже видите с левой стороны все как мы видим место закончилось уже дома строить ставить негде там уже пошла территория железной дороги и здесь домики справа стороны так что вот так вот ну давайте с вами заглянем туда посмотрим что у нас там здесь у нас кстати такой дом по типу опатуа в общем он деревянный дом многоквартирный как мы видим здесь видите по две двери здесь вот парковочка там вот опять тоже такой дом так а здесь наверное а ну да здесь парковка как раз таки относящиеся к этому дому многоквартирному вот пожалуйста что здесь прячется за домами такие уже тут поля люди все сажают здесь какие-то тоже огородики птички поют воробушки на вот такая здесь всякая утварь так ну что друзья закончу на этом прогулочку надеюсь было вам интересно все друзья скоро на канале видео будут появляться намного чаще ждите я же всем говорю до свидания всем желаю добра сайонара пишите смотрите января Субтитры создавал DimaTorzok